Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы об оперативно-осклонной деятельности. И опять-таки в нашей обычной состязательной манере. То есть выявляем типичные ошибки нарушения закона в сфере оперативно-осклонной деятельности, показываем, как их не допускать и устранять в стороне обвинения, ну и подсказываем в стороне защиты, как это можно использовать. И сегодня у нас опять в студии Олег Валерьевич Вирков, адвокат, который специализируется по делам, где используется результат ВРД. Здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим конкретное уголовное дело. Итак, очередной наш кейс. К нам обратились правоприменители, и мы, соответственно, даем заключение. Итак, наш кейс. Обратился адвокат, насколько я помню, да? Адвокат обратился. И проблема подмены. Что делать в ситуациях подмены одного оперативно-осклонного мероприятия другим? Оперативно-осклонного мероприятия. Да. Клиент, это адвокат, который к нам обращался, обвинялся в получении взятки, честь 5 статьи 290. Вот самое существенное нарушение, которое мы обнаружили, это как раз заключается в подмене проведения фактически оперативного эксперимента под видом УРМ наблюдения. Все говорят о том, что законодательство об УРД очень пробильное, мало конкретики. Достаточно сказать, что законом об УРД предусмотрено 15 оперативно-осклонных мероприятий, но ни одному из них нет определения. В законе, не в законе. Но в законе и в инструкции ни в одном нормативном правом акте... Ни в одном открытом нормативном правом акте мы не видим определений. Это, естественно, конечно, негативно сказывается на правоприменительной практике. По большому счету, это дает возможность иногда проводить УРМ не так, как нужно, а так, как удобно. Оперативным сателем, я бы сказал, даже доходит до, так скажем, до оперативно-розыскнового произвола. Ух ты, новое слово в науке. Оперативный сателем произвол. Кстати, обратите внимание, друзья, уже тысячи раз, я не привлечу, тысячи раз ученые в области УРД говорили о необходимости внести соответствующие изменения. В дополнение, федеральный закон об УРД, но законодатель не спешит. И этому есть причины. Оперативным подразделениям хотелось бы больше свободы, творчества. Да, коллеги. Значит, тем не менее, вроде в отсутствии таких конкретных предписаний все-таки можно говорить в некоторых случаях о том, чтобы было допущено нарушение. Значит, УРМ нам кейс. По УРМ сначала наблюдение. В УРМ наблюдение у нас определение неопределимо, нет никаких-то особых требований. Порядку проведения этого УРМ. И оперативного наведения не нужно. Да. И санкционирования никакого не нужно. Любой оперативник может начать в любом месте. К оперативному эксперименту предъявляется, по сути, только два требования. Это получение постановления как раз. Разрешение проведения этого. Санкционированное руководителем органом субъекта оперативного справедения. И второе – это проведение оперативного эксперимента только по делам, где речь идет о выявлении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого. Только три категории. Не запрещено проводить оперативный эксперимент по делам, по признакам преступлений небольшой тяжести. Возвращаясь к нашему кейсу. В данном случае с органом, проводившим, осуществлявшим оперативную деятельность, сотрудничал то лицо, которое должно было передать взятку. Это руководитель коммерческой организации, который был заинтересован в принятии работ. Но были проблемы. Вот эти проблемы, собственно говоря, он пытался решить посредством передачи взятки. С помощью спецтехники зафиксированы были разговоры, встречи с содействующего лица, с подозреваемым. Видеофиксация проводилась и аудиофиксация проводилась. И, точнее, во всех случаях аудиофиксация, в некоторых случаях видео еще дополнительно была. И вот внимательно изучая видеозаписи, аудиозаписи, стало очевидно, что, значит, это лицо, которое содействовало проведение ОРЭЛ, оно не просто было, так скажем... Было не просто пассивным наблюдать. Пассивным наблюдать, да. Оно всячески помогало, так скажем, тому, чтобы, значит, заподозренное лицо свои, так скажем, побольше говорил, побольше делал. И, причем, мы заметили такую вещь, что сам это лицо, само это лицо включало, видеозапись, аудиозапись саму выключало. И выключало, надо сказать, и включало не в самый, так скажем, подходящий момент, подходящий момент для того, чтобы быть уверенным в настоящих намерениях этого заподозренного лица. В записи было видно, что человек настолько то ли волнуется, то ли непрофессионал, то ли он, как в принципе, первый раз, может быть, участвовал людьми в этом ОРЭЛ, поэтому как попало, включал и выключал. Вот вопрос возникает, как доказать, что это было не, на самом деле, не ОРЭЛ наблюдение, как это было представлено в материале, да, дело, а что это был все-таки оперативный эксперимент. Вот, и здесь как раз нам в помощь судебная практика. Ну, во-первых, это все-таки судебные акты конституционного суда, которые, толкование закона которого и конституции, они обязательны для всех правоприменителей, это прямое указание в законе. Смотрите, за внимание, в описании к этому видео будет ссылка на федеральный закон, который, так сказать, обязывает судебный. Фактически можно говорить о том, что определение постановления конституционного суда это такой же источник права, и судебные решения различных, так скажем, инстанций, операционных, конституционных, а инстанции, прежде всего, Верховного суда России, они также имеют огромное значение. И как раз в этих судебных актах мы находим определение, что такое наблюдение, что такое оперативный эксперимент, и на основании этого мы можем уже говорить о том, что речь идет о подмене. Так вот, например, Конституционный суд в одном из своих определений дал следующее определение по РМ-наблюдению. Это оперативно-розыскное мероприятие, представляющее собой визуальное, электронное или комплексное слежение и контроль за поведением лица, направленное на получение информации о признаках его преступной деятельности, другой информации, необходимой для решения задачи ОРД. В другом судебном акте Верховный суд дает разъяснение о том, что такое оперативно-розыскный эксперимент. Он указал на то, что он основывается на создании или воспроизведении условий для проявления преступного замысла лица, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких преступлений, принадлежности к преступной организации сообщества, а также для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких преступлений либо снижения их тяжести и возможного вреда. То есть, заметьте, используется словосочетание «создание условий» в том числе. Воспроизведение условий для проявления преступного замысла. То есть некая активная деятельность, которая, скажем так, вмешивается каким-то образом, не провоцирует, но неким образом вмешивается в ту или иную преступную деятельность. В отличие от наблюдения, когда вообще никакой активности... Просто пассивная фиксация. Если бы, может быть, на этом лице, который содействовал проведению УРМ, просто было закреплено какое-то оборудование, аудио-видеозаписывающее... И он бы молчал, ничего не делал. Он бы молчал и просто был, как, по сути, скаф для предмет мебели. Но вот в нашем случае, по которому мы давали письменную консультацию, все было иначе. И мы на основании вот как раз этих судебных актов, на основании некоторых других актов, толкования той же инструкции и закона, мы все-таки пришли к поводу о том, что было допущено нарушение. Понятно, почему оно было допущено. Потому что все-таки действительно проведение оперативного эксперимента, оно все-таки более сложное. Повышенные требования к этому УРМ предъявляют скучу процедур. И поэтому, возможно, оперативники сознательно решили не усложнять себе работу и провести УРМ-наблюдение. И дальше пошло по цепочке нарушения. Оперативный сотрудник не согласовал с руководителем подразделения, не получил, не вынес постановление в проекте, не подписал, то есть не утвердил у руководителя органа субъекта ОРД, было направлено, следователь изучил, не заметил нарушения закона, руководитель средства органа тоже не обратил внимания, прокурор пропустил, и вот дело находится в суде. Обратите внимание, что в дополнение к тому, что сказал Валикаревич, я уточню, что есть по меньшей мере два разъяснения конституционного суда, которые в целом обращают внимание на недопустимость какого-либо, какой-либо подмены, да, Валикаревич? Недопустимо подмена, допустим, оперативно-рискнового, следственного действия оперативно-рискновенного мероприятия. Итак, в судебной практике и разъяснению высших судов имеется запрет на подмену, который должны соблюдать оперативные сотрудники-следователи и которые могут использовать адвокаты. Да. Да, ну и такое нарушение, поскольку фактически речь шла об оперативном эксперименте, о постановлении о разрешении этого проведения УРМ не было, то есть основания просить суд признать недопустимым соответствующим экзаслонным в том числе эти аудио-видеозаписи. Совершенно верно. Почему? Потому что давайте еще раз вспомним азы. Статья 5 в пункте 36 с начком 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дает нам определение понятия результата оперативно-рискновенного деятельности. Это только те сведения, которые получены в соответствии с федеральным законом в оперативной исполнительности, о признаках подготавливаемой совершенную и о лицах, ну и так далее. Понимаете, коллеги? Если допущено нарушение федерального закона, значит нарушен УПК, значит эти незаконные действия подпадают под статью 89 УПК, которая запрещает использовать результаты УРД, не соответствующие требованиям настоящего кодекса. Ну, в частности, статьи 5 УПК. Итак, коллеги, теперь мы с вами понимаем, что подмена недопустима. Уважаемые оперативные сотрудники, не допускаем и устраняем. Уважаемые адвокаты, используем. Комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...